Сверх технику вам не покажу. Обычные базовые вещи, которые, ну как бы, я их делаю, ну как бы, они не такого, чтобы я вас удивил, я не удивлю, потому что это, как бы, техника, ну, белых, синих поясов, в основном, не такие, техники заоблачные, нет, я их не покажу, я их просто заоблачных не знаю. Борумгарды, там всякие, там, скребы, я их не знаю. Давайте построимся. Значит, у нас сегодня мастер-класс Юрия Михайловича Годынского поделится своими знаниями. Я так понял, что будем работать с лапылями немножко, да? Ну, как заявок. По заявкам. По заявкам наших спортсменов, учеников, работа с лапылями. Вот, слово передаю. Ну, ребята, размины тут буквально пять минут побежали по маленькому кругу. У нас сегодня лапыли, лапыли. Работа с лапылями – это всегда такой экспириенс, прямо волшебство для всех, для большинства. Ногрузили плечо, ножку перекинули, перемешили. Можем сразу вздринуть. Забрали спину. И вот так начинаем с того, что делаем креветку вниз, не делает креветку на коленку, прижали ножку, закинули плечом и забрали. Поехали. В одну сторону, в другую. Высни, высни. 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 Я еще жив. Высни. Высни. Значит, сейчас то же самое, как дрил. Заменетесь. Дабл ландер, да. И теперь ваша задача, сейчас тоже забирать будем спину, ну обычный проход. Дабл ландер. Будет сюда двигаться ваша задача. Так. И забрали опять спину. В одну сторону. Да. И опять. Вылезли, ножку вытащили. Забрали спину. По минутке каждый. По минутке каждый. До работы. Раз, два. Так, а можно еще раз зачекать? Не достаточно. Пол��. Разpel. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 у меня горло на его вот здесь лезвие и вот когда он начинает вот сейчас мне причем я не от боли знаю меня звездочки забрал как можно вот он вот этот момент это как так просто тихо ногами подтянули кинул раз взял ну разве передавал передавал взял а теперь ручку возьми сначала он прижал ты мне они стали его отталкиваю от себя от себя потому что когда ты взял и свободно и он начал защищаться и включить его падание Нормально? Нормально опять же лапель и обычно под руку вот такой вот контроль да подбил ручку передаю лапель сюда и продем и здесь уже начинаю с того что как только он начинает просовывать куда-то руку и меня лапель получается вытянуть я ее все время натягиваем может быть я ничего не сделаю с этого я буду каждый раз перетягивать эту лапель и буду пытаться что-то креветка перекинуть сюда я буду этот лапель держать до последнего передавать опять же здесь брать опять же буду забирать его опять же буду держать эту лапель перекину уверен я на сто процентов что я уже все это доделаю туда я его ослаблю но обычно если ну минутку подержать этого рука отсыхает меня хватает на 3 рука отсыхает это вот он может быть как снизу так и сверху то же самое движение зашли перехватили и вытягиваем этот будет он дергать опять же подтянули к себе эту лапель все время держим на то же самое можете здесь переносить его выкидывать можете здесь попробуйте вот чисто контроль именно контроль этой руки ну ровные соперники на можете отсюда я имею ввиду что этот же контроль вы можете отработать и закрытого гарда передали у вас есть контроль и уже начинаете уже здесь проходить и катаем соперника пока он скажет ребята рука отсохла попробуйте можно начало еще как сам все делали опять берем правую ручку свой лапель мы сюда мотали а здесь наоборот свою руку под него лапель и передаем именно черед как только взяли сюда будет дергать сопротивление оказывать сюда подтягиваем и уже начинаем рука у нас по большому счету вы ее контролируете можете здесь уже уже здесь закинули можете отпускать работать ну на что вам более менее удобно ну этот же самый контроль можно открытого ну сверху снизу когда на кинуру в север-юг переходить на такой же захват довольно таки плотный контроль но опять же ничего вечного нету может соперник как-то возьми своей рукой потянет его опять подтянул и кого более-менее гибкая кисть он туда управит ну опять же вы понимали что вечного ничего нету кого гибкие кисти они обычно вытаскивают да сюда подтянул и здесь это как уход что вы понимаете если вы взяли это старайтесь его подтянуть чтобы именно он не отработал и здесь вы можете это плечо сюда вкинуть ручку это отработает уже на ваше усмотрение насколько он позволяет фантазия нет все время натягиваете этот конец лапели и к определенному времени ну попробуйте оценить кто кто что мы тут вышиваем крестиком плетем плетем какие какие-то страшно самому страшно и рукав это будет рука уже все я говорю что это опять же контроль просто такой довольно таки плотный если соперники более как моем случае я им пользуюсь потому что молодые что обсуждаем я учусь разговаривать с капой во рту дикцию на лево-лево снимай ногу но ваша да еще крапивка техника крапивка все я терплю мне кажется если ты еще вот это перехватишь и выдаешь а зачем ну я не перехватишь тогда лучше сверти да я опять же эту ручку правую застуду да ну что рычаг сделай я стараюсь я стараюсь но опять же мы эту жлопель мы не сможем это вот схватки со мной делают постоянно вот я начинаю с того что я вот сюда вытащил и здесь вот натягиваю переход и тут уже меня нет начинаю здесь у меня это переходит я уже она мне в принципе уже получается на длинной дистанции не прижимаешь не я вот капельник сидит руки здесь я могу вот руку прихватить и теперь же я ее сюда вытащил и стараюсь в эту же руку сюда передать потому что видите здесь начинаю тянуть опять же ногу взял и чином большим начинает да я начинаю и тут уже ручку могу перехватить перенести его сюда вот оно узнаю не изданчик не изданчик у меня уже это самое я начну сюда вставлять надо еще раз показать у тебя все не понятно я часто с вами так попадаю но вы не подсказывайте выход берите руку выберемся я не лопил да забирайте забирайте ну давайте иногда у нас с вами бывает когда вы взяли чуть-чуть и и например я вас взял это совместный танк опа совместный танк да фифти 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 я буду например отродить из того что я буду искать да лирку и колено я имею ввиду то что мне нужно чтобы расслабиться да я буду выходить именно за счет того что опа туда кисти руку вытягивать ну опять же у меня не столь гибкие я как увидел вот такую хрень да да тут опять же потому что ну да тут или уже начинается ну да тут уже начинается какие-то сложности начинаем отталкиваться 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 или захват сорвать мы не ударяем по крайней мере ну растянуться будет как бы просто я вижу когда мы поймали руку защиту только вот обоюдно прихватить чтобы вы меня тут не отсушили я вам засушил вот ну вот здесь вот здесь я буду оттягиваться пока в него вот именно ноги буду толкать чтобы у него сорвать захват этот не ну если я буду дальше двигаться если он взял и я начну что-то там делать он будет каждый раз его натягивать да да стоп стоп там ужас продолжится да там болеет надо сорвать захват по крайней мере если отсюда с закрытого гарда да я буду из-за того что я буду я не могу ударить как борцовский захват да 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 как любой захват вы должны его сорвать сорвали иначе у вас остались шансы для того чтобы продолжать нет его задача по крайней мере здесь когда он взял он будет вставать да потому что смысл ему да и опять же он руку не натянул если он он должен вставать так чтобы это все было натянуто да да если он уже поднялся то я его как бы не оттолкнул он пройдет гард проходит да тут у него проход гад можно попробовать вот такую страшную не пустите найдет вот сюда пойдет я сам есть и с ним так что тут при любых раскладах вы должны сорвать захват это если по защите если просто бодаться там где-то ну оно будет затягиваться затягиваться и ручка немеет и довольно таки да знаю некомфортно ну ты вы мотивируешь ну что ладно уааааааа